Мы рады приветствовать вас, дорогие телезрители! Сегодня 23 января, вы смотрите программу День веков хронограф. Для вас ее проведем мы. Я Юрий Смирнов. Я Юлианна Шахова. 23 января 1883 года в Монреале состоялся зимний карнавал, для проведения которого впервые специально выстроили Ледяной дворец. Долгие и достаточно суровые зимы заставляли жителей города именно зимой вспоминать все прелести детства и предаваться зимним удовольствиям подобно детворе, кататься на санях, выделывать замысловатые па на льду или мчаться на салазках с крутой горки. В 1882 году монреальцы впервые устроили зимний карнавал. Организаторы праздника, спортсмены, журналисты сделали все, чтобы карнавал прошел с большим блеском. Этот первый опыт пришелся по душе всем, в том числе и правителю Канады, генерал-губернатору Маркусу Лорну и его жене Луизе, дочери королевы Виктории. После шумного успеха первого карнавала эту традицию решили продолжить. В следующем, 1883 году, для зимнего карнавала в Монреале впервые было решено построить Ледяной дворец. Припомнили, что когда-то российская императрица Анна Иоанновна построила Ледяной дом, на который, как на диковинку, приходили любоваться весь Санкт-Петербург. В этом Ледяном дворце все было изо льда. Даже часы, которые шли, и сквозь ледяной корпус которых просвечивал их механизм, также выточены изо льда. За сооружение Ледяного дворца в Монреале взялся известный в городе архитектор Харчицин, уже имевший немалый опыт строительства внушительных зданий. Правда, на сей раз задача была непростая – построить дворец не из камня. Дворец изо льда должен был стать гвоздем карнавала. Весть о сооружаемой ледяной диковинке достигла даже Соединенных Штатов Америки, и на праздник приехало 15 тысяч гостей. Ледяной дворец Харчицина имел столь большой успех, что в последующие годы архитектор строил их в Монреале, а также в американском городе Сен-Поль в Миннесоте, где также стали устраиваться зимние карнавалы. Первый ледяной дворец был построен на площади Канады. Ее внешние стены достигали 27 метров длины и 6 метров высоты. Главная башня, находящаяся в центре, поднималась на 27 метров. В каждом углу возвышались башни высотой 15 метров. Этот первый дворец имел крышу, сооруженную из лап елок и после этого покрытую льдом. 16 электрических ламп вечером освещали замок. В последний раз ледяной дворец построили в 1910 году, так как погода не всегда благоприятствовала этому. С тех пор монреальцы перестали строить громадные ледяные дворцы, и только небольшие снежные крепости время от времени сооружаются на острове Святой Елены. А для того, чтобы радовать глаз, устраивается конкурс ледяных фигур. Сегодня 23 января. Вы смотрите программу «День веков. Хронограф». Теперь о событиях в мировой истории в 20 веке. 23 января 1924 года было принято решение о строительстве мавзолея Ленина в Москве. Владимир Ленин умер 21 января 1924 года. На траурном заседании съезда Советов, последовавшем сразу за смертью вождя, было принято решение о строительстве мавзолея на Красной площади. Победителем конкурса на лучший проект мавзолея стал Алексей Щусов. За несколько дней был построен временный деревянный мавзолей, представлявший собой куб, увенчанный трехступенчатой пирамидой. Спустя всего несколько месяцев его заменили другим временным мавзолеем, также выполненным изделием. Современный каменный мавзолей, автором которого тоже является Щусов, был возведен в 1930 году. В плане он практически в точности повторял деревянный и представлял собой усеченную ступенчатую пирамиду. 23 января 1937 года начался судебный процесс по делу антисоветского троцкистского центра. В качестве обвиняемых на процессе 17 выступили Карл Радек и 16 других видных коммунистов. Все они обвинялись в организации заговора с участием Троцкого, Германии и Японии, а также в диверсиях, вредительстве, подготовке террористических актов, саботаже в промышленности и шпионаже в пользу Германии и Японии. Это была чистейшей воды. Адвентура иностранных разведок. В отданном смысле это самое слово. Пятая колонна, которая открывает ворота врагу, которая стреляет из потаенных окон по улицам. Участники процесса признали справедливость обвинений и дали дополнительные показания против Бухарина и Рыкова. 13 человек были приговорены к смертной казни, четверо к различным срокам заключения. В советских газетах того времени имена осужденных сопровождались следующими эпитетами. Презренные реставраторы капитализма, предатели и изменники, опаснейшие враги народа, наймиты империалистического капитала, троцкистско-фашистские разбойники. Сам Троцкий нашел в это время убежище в Мексике и был объявлен врагом народа. Сталин заявил, что этот предатель дела революции создает за ругодом мощную базу для шпионской и террористической деятельности против СССР. Глава советского государства поставил перед своими спецслужбами задачу уничтожить ненавистного противника. Убийство Троцкого в 1940 году было совершено в скором времени руками агента НКВД Рамона Меркадера, сына влиятельной испанской коммунистки и участника гражданской войны в Испании. 23 января 1960 года Жак Пикар и Дональд Уолш на батискафе Триест опустились на дно самой глубокой в мировом океане Марианской впадины. С древних времен человек стремился познать подводный мир. Еще Александр Македонский в 356-323 годах до н.э. погружался в море в большом стеклянном сосуде, а в своих военных операциях прибегал к помощи ныряльщиков. Например, при осаде Тира в 334 году до н.э. Самые ранние упоминания о водолазных аппаратах относятся к 16 веку. Такие аппараты представляли собой лишенные дна колокола, в которые по трубам поступал воздух. Первый колокол, вмещавший в себя более одного водолаза, был построен в 1690 году Эдмондом Галлей. Хорошо известный нам водолазный костюм с металлическим шлемом, сконструированный англичанином Зибе еще в 1837 году, широко использовался при подводных работах на глубине до 60 метров. В 1943 году Жак-Ив Кусто и Эмиль Ганьян изобрели акваланг, который сделал водолазы значительно подвижнее. Кстати, в 1620 году Корнелиус ван Дреддель построил одну из первых подводных лодок. Приводимая в движение 20 грибцами, она плавала по Темзе на глубине 5 метров. С 1960-х годов подводные суда стали применяться для подводных наблюдений и подводного строительства. С 1973 года подобные суда стали использоваться при подводной добыче нефти и газа для осмотра трубопроводов, ремонта и обслуживания платформ. Серьезные попытки исследовать большие глубины были начаты в 1930 году, когда у Бермудских островов Оттис Бартон и Уильям Бипп в батисфере стальном шаре, опускаемом с корабля на тросе, погрузились до глубины 425 метров. И вот 23 января 1960 года швейцарский ученый Жак Пикар и американский лейтенант Дональд Уолш в батискафе Триест опустились на дно самой глубокой в мировом океане Марианской впадины, достигнув глубины 10 915 метров. Сегодня 23 января вы смотрите программу «День веков хронограф» «Наш дальнейший рассказ о людях и событиях, вошедших в историю культуры». 23 января 1783 года родился Стендаль, настоящее имя Анри Мари Бейль, французский писатель-реалист, мастер психологической прозы. Личность Стендалья сложна и противоречива. При него говорили, что его жизнь и творчество отмечены чертами раздвоенности. Он был способен воспринимать все до тонкости, но вместе с тем абсолютно не способен чего-либо добиться на деле. Достигнув зрелого возраста, Стендаль гордился этой особенностью своей личности, но в молодости он испытывал чувство робости, которое грозило перерасти в серьезный психологический комплекс. Сама жизнь Стендаля представляла собой борьбу между рассудком и чувством, между реализмом и романтизмом. Он был очень замкнутым человеком и постоянно искал уединения, находясь в котором испытывал истинное наслаждение. Вращаясь же в обществе, он психологически обособлялся от окружающей среды, препятствуя проникновению в свою душу чужих идей, мыслей, суждений. Несмотря на то, что Стендаль все свои вещи писал только для себя, в свое собственное удовольствие, его литературные произведения отличают тонкий психологизм, глубина и жизненность. Шедевром психологического анализа стал роман Стендаля «Красное и черное». Это произведение, рассказывающее читателю о трагической карьере плебея, переживающего конфликт честолюбия и чести, отмечено реалистическим изображением общественных противоречий. Творчество Стендаля включает в себя такие произведения, как «Рассиный Шекспир», «Пармский обитель», «Люсьен Левен», «Истории живописи в Италии», «Жизнь Гайдена», «Моцарта» и «Метастазио», «Психологический тракт о любви», «Новеллы Вани на Ванине», «Цикл новелл «Итальянские хроники». Субтитры создавал DimaTorzok